Суд в Новосибирске арестовал на два месяца экс-директора научной клиники имени Мишалкина, академика Рана Александра Кораськова. Академика вместе с супругой и заместителем, также работавшими в клинике, обвиняют в хищении более миллиарда рублей. Кардиохирург Кораськов, руководивший клиникой Мишалкина 20 лет, уволился 17 мая по собственному желанию. Он также покинул пост депутата областного ЗАГС Собрания из-за незадекларированного имущества. Следственные органы выявили в Новосибирском нефинансовые нарушения с закупками медоборудования. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картильным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники. Говорилось, что речь идет о торгах, победа в которых обеспечивалась определенным фирмам. 5 мая Кораськова и его жену задержали, после чего академика госпитализировали с сердечным приступом. Ранее по обвинению в хищении более миллиарда рублей был арестован его зам, кардиохирург Евгений Покушалов. Спустя два месяца Покушалова отпустили под домашний арест. По данным Spark Interfax, Покушалов и еще один научный сотрудник клиники соучредители и совладельцы ООО «Прометей». Совладельцами этой же компании являются хозяева одного из крупнейших в России производителей изделий для кардиохирургии – ООО «Ангеолайн». Академик направил открытое письмо президенту Путину с сообщением о рейдерском захвате в клинике и просьбой, цитата, «защитить профессионалов». В письме Кораськов заявил, что на протяжении всей его работы в медцентре имени академика Мишалкина он неоднократно сталкивался с попытками дискредитации и отстранения его от руководства. А в конце 2017-го заинтересованными лицами были инициированы проверки хозяйственной деятельности клиники, по итогам которых в начале 2019-го года было возбуждено уголовное дело против его зама Покушалова. При этом медцентр закупал расходные материалы исключительно по рыночным, а в ряде случаев и ниже рыночных ценам. Он также посетовал, что сейчас система поставок расходных материалов в центр разрушается. Люди могут лишиться квалифицированной помощи. На запрос в Бизнес.ФМ комментарии в НИИ пока не ответили. Главный редактор информационно-аналитического сайта «Тайга.Инфо» Василий Волнухин заявил, что перебоев с расходниками в клинике не было. Сегодня появилось это письмо Кораськова, которое он написал, как сообщается, из больницы. Не совсем понятно, о каком рейдерском захвате идет речь, поэтому тут что-то предполагать пока странно. Известно ли было о возможных перебоях поставок расходных материалов, метаборудования в центр Мишалкина? И если да, то с чем это связано? В центре Мишалкина был найден картельный сговор, что послужило причиной разбирательства правоохранительных органов. Появлялась информация о возможных перебоях. Там была даже информация, что если бы Покушалова, который был залом Кораськова, арестуют, то некому будет делать операции. Но ничего такого глобального мы не слышали. Клиника Мишалкина – это одно из крупнейших учреждений здравоохранения в Новосибирске. Если бы там были какие-то серьезные проблемы, связанные именно с повседневной работой, с повседневными операциями, об этом бы отрубили все. Но вот чего-то такого серьезного прям я не слышал. Василий Волнухин. Кораськов работал в центре имени Мишалкина более 35 лет, совмещая лечебную работу с научной деятельностью. Он выполнял все виды операций на сердце и сосудах. Научный центр имени академика Мишалкина – один из крупнейших в России. Ежегодно там проводят около 20 тысяч операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии. В Новосибирске уволен известный кардиохирург, директор медцентра имени Мишалкина Александр Кораськов. Причины пока не называются, но его зам зимы находится под домашним арестом. Евгения Покушалова обвинили в мошенничестве. Громкая отставка в Новосибирске. Уволен известный кардиохирург, директор медцентра имени Мишалкина. С чем связано увольнение Александра Кораськова, который проработал в клинике 35 лет, пока не объявлено. Но зимой было предъявлено обвинение в мошенничестве его зама Евгению Покушалову, знаменитому хирургу и финалисту конкурса «Лидеры России». Сейчас Покушалов под домашним арестом, хотя его коллеги и пациенты вступали за него, умоляя позволить доктору продолжать запланированные операции. Сам Покушалов заявлял, что не понимает обвинения и называл происходящее беспределом. А его защита отмечала, что Покушалов не имел никакого отношения к госзакупкам в медучреждении. Но задержание Покушалова бросило тень и на его руководителя, Кораськова, который теперь уволен, говорит политический обзреватель сайта «Тайга.Инфо» Алексей Мазур. Кораськов считался уважаемым врачом. Клиника Мишалкина – это такое крупное учреждение. Сюда свозят людей со всей страны для того, чтобы делать операцию на сердце. И понятно, что авторитет Кораськова был достаточно высок. Он, в частности, возглавил список «Единой России» на выборы в ваксобрание. Ну и, возможно, последней каплей стала публикация на сайте Сиблик. Информация о том, что на участках Кораськова стоят незадекларированные здания. То есть, они зарегистрированы, эти здания. И есть в Росреестре, и их видно со спутника, и воочию видно и так далее. Но Кораськов, как депутат, их не задекларировал по непонятным причинам. И буквально через пару дней после этой публикации вышел приказ Минздрава. Но мы понимаем, что уголовное дело по закупкам в клинике продолжается. Что там могут новые фигуранты появляться и так далее. Мы не знаем, в каком стадии сейчас дело находится. А вообще разговоры какие-то ходят по поводу его увольнения? Возможно ли, что он новым фигурантом окажется в этом деле? Естественно, высказывают предположение, что это может быть не из каких-то структур, которые были выдавлены из Мишалкина, точнее, там, лиц. Что там кто-то что-то не поделил. И говорят, что эти уголовные дела ведут к федеральному уровню. То есть, что приезжают сюда специально бригады их расследовать. Но это все на уровне слухов. Алексей Мазер, политический обозреватель сайта Тайганфо. Сам Александр Кораськов заявил местному изданию НГС по поводу своей отставки. Следующее цитирую. «Хочу работать хирургом, но успеть доделать научные разработки». За кардиохирургой Евгения Покушалова вступилась группа ученых из РАН. Члены клуба 1 июля считают недопустимым досудебный арест зам директора Новосибирского медцентра имени Мишалкина. Покушалов подозревается в хищении более миллиарда рублей при госзакупках. Ученые вступили за врача Евгения Покушалова. С открытым письмом выступили члены научного клуба 1 июля. Это неформальное сообщество академиков и член КОРОФРАМ. Они выразили озабоченность арестом кардиохирурга Евгения Покушалова. Член КОРОРАНа, зам директора по научной работе Новосибирского медцентра имени Мишалкина, он подозревается в соучастии в хищении более миллиарда рублей при госзакупках. Как отмечается в открытом письме, на всех уровнях уже было неоднократно заявлено о недопустимости досудебных арестов подозреваемых в экономических преступлениях, тем более неприемлемо это в отношении крупных ученых. Конец статы. Реакция на арест знаменитого кардиохирурга подробнее Наталья Шашина. Почему врач, спасший тысячи жизней, должен находиться под стражей в изоляции? Такой вопрос задается в петиции сотрудников и пациентов Покушалова, которая уже собрала около 5000 подписей. Галина Соловьева и ее муж, гражданин Италии, два года назад специально приезжали на операцию к Покушалову. Он же не террорист, он маньяк, чтобы быть опасным для общества. Он может так же спокойно продолжать свою работу, но пусть и не делает свои расследования. Это может затянуться на долгое время. Я так понимаю, что у него там куча проектов, пациенты, и многие, в общем, как бы, зависят жизни от него. Потому что такая стадия, как у моего мужа, то есть, как бы, вроде, внешне все нормально, да, человек ходит-ходит, и потом это ритмия на просто день и ночь. Там курс, может, 190, он существует. Как она возникает, никто не знает, только, наверное, Евгений Анатольевич. Какой-то прорыв в этом сделал. И вдруг тебе вот прямо он делает, да, операцию, и уже сердце бьется нормально. Уже какая-то мистика. Как рассказали Бизнес-ФМ сотрудники Покушалова, запланированные у него операции проведут другие врачи. Но затормозятся исследования в сфере искусственного интеллекта, помогающего в диагностике нарушения ритма сердца. При этом пока не до конца ясно, каким образом врач мог участвовать в хищении при госзакупках. По данным Спарк, сейчас он является совладельцем фирмы Прометей. Но этой компании нет и месяца, и в закупках она не участвовала, говорит научный сотрудник Новосибирского центра имени Мишалкина Александра Таркова. Эта фирма была основана в начале февраля 2019 года. То есть это совсем новая, совсем молодая фирма, которая даже еще не успела запустить свою деятельность. Она была создана в целях инновационной деятельности для разработки различных медицинских устройств, девайсов и изделий. Источники СМИ связывали задержание Покушалова с нарушениями, которые выявили антимонопольщики. Это картельный сговор между поставщиками медцентра. Сотрудники клиники якобы вели переписку с будущими участниками торгов, где обсуждали цены лотов, а более 98% контрактов заключалось с 5-6 компаниями. Как писала МК, в самом научном центре все объясняли тем, что большую часть товаров могут поставлять только хорошо зарекомендовавшие себя фирмы, а на рынке их немного. Наряду с голосами, призывающими освободить Покушалова, звучат и другие. То, что человек хороший врач, не значит, что он не преступник. Но общественное мнение в Новосибирске пока поддерживает доктора, поскольку так и не ясна суть обвинений, рассказывает корреспондент Тайга-Инфо Ярослав Власов. Меры пресечения собирались в закрытом режиме для журналистов, и поэтому каких-то конкретных положений, обвинений, уголовного дела ни мы, ни самой клиники Мишалкина не знают. Это объяснил, потому что дело идет в ФСБ, и, как правило, такие дела связаны с федеральными учреждениями, они проходят в закрытом режиме, и ведомство старается не комментировать. Интересно, что клинику возглавляет депутат ЗАГСОБРАНИЯ, вот Единой России, Александр Кораськов. Он работает в ЗАГСОБРАНИЕ, зампредом комитета по соцполитике. И, несмотря даже на такую фигуру, а это довольно значимый человек для региона, он, между прочим, возглавлял список Единой России на выборах ЗАГСОБРАНИЯ в 2015 году. Даже несмотря на такую фигуру, публичные какие-то обращения как-то не возымели влияние на суд. В СИЗО Покушалов пробудет до 19 апреля. СМИ писали, что под арест врача отправили, потому что не хватило электронных браслетов. Впрочем, Новосибирское управление ФСИН заверило, что никакого дефицита нет. Наталья Шашина, Бизнесов. Новосибирск